Это очень тягостное, на самом деле, ощущение, когда живая муха ползает внутри уха. Вы видели на этикетке о ватных палочках, видели или не видели, что там именно для чистки ушей? Если вы найдете хотя бы одно вот такое вот название, именно реклама, что именно для чистки ушей, я вам дам 100 долларов. Молодой парень, который в течение 10 дней нюхал йод, по совету из интернета, для лечения хронического ринита. У него из нос стекло. Он вынюхал две баночки йода. Да, нос перестал течь. Навсегда. По сути, все наши заболевания, они как протекают? Одни и те же симптомы. Нос или заложен, или течет, или болит. Ухо или не слышит, или болит, или течет. Ну и примерно то же самое с горлом. Заболевания гайморит, атиты, фарингиты, ангины, хронические тензилиты. Все заболевания, которые сопровождаются патологией со стороны верхних дыхательных путей, включающиеся ухо, горло, нос. Ну, тоже зависит в основном от того, какой возраст посещаемых. То есть, если это дети, то, конечно, больше у них насморк. Если это взрослые, то больше, конечно, обращаются с заболеваниями горла. То есть, терапевт смотрит. Если он с чем-то не справляется, то тогда, конечно, он направляет к лор врачу. Обращались с импотенцией, обращались с проблемами с волосами, обращались с проблемами с болью в коленях и так далее, что-то подобное. Логические вязи очень сложные. Люди их сами выстраивают. И объяснить иногда вот эту логическую цепочку самому себе бывает невозможно. Начинаешь спрашивать, а что вас ко мне привело? И начинается разговор. Значит, у меня болит колено, я слышал, что это бывает из-за горла, я слышал там и так далее, что-то подобное. Иногда это вообще не соответствует истине. Пациент на медосмотре, мужчина, ну, ровесник, наверное, мой, который пришел на медосмотр, у него ничего абсолютно не беспокоит, у него все нормально. При осмотре уха обнаруживается ярко-зеленая, ну, назовем это словом, штука. На удивленный взгляд и вопрос, а что там у вас? Он говорит, в смысле, что? Ну, убрали, удалили, оказался шарик зеленого ярко-салатового цвета. Откуда? Не знаю. Начинаешь вопрос, а дети есть дома? Есть. А любите ли вы поспать после обеда? Бывает. Он спал, и ребенок подошел, засунул папе в ухо какую-то штуку круглую, как бы. Очень интересно. Папа не проснулся, об этом рассказывать вовсе не обязательно. Мама привела ребенка, и он ничего ей не сказал, пришла с болью в ухе, что ребенок ничего не слышит, ну, и смотришь, оно там уже заплыло с серными массами. Начинаешь промывать, смотришь, что-то блестит. Ты спрашиваешь у мамы, может быть, что-то ребенок туда засунул. Нет, что вы, у меня ребенок ничего не пользуется, он уже как бы такой школьник был. И говорит, нет, нет, ни в коем случае. Дальше моешь, моешь, смотришь, вот блестит инородное тело, и все. И потом, в конце, вот уже, когда все отмылось, точно, уже определил, что это инородное тело. Застряла батарейка. И когда достали, то мама-то, конечно, тогда была в ужасе. Начала у него расспрашивать, он сказал, да, я боялся тебе рассказать. И оно где-то было, может быть, даже неделю или две. Студенты сейчас начинают наушники, нано-наушники. Казалось бы, безобидная вещь. Однако вот этот нано-наушник, он есть, который просто в наружный слуховой проход вставляется, а есть, который именно ложится на барабанную перепонку. И достать его можно только при помощи магнита. И вот этот магнит, магнитный сам наушник, он травмировал также барабанную перепонку. Завалился этот магнит за барабанную перепонку. И сложно было достать, достали, и потом также операцию делали. Так что нужно учить, а не засовывать наушниками все. Что самое интересное засовывали себе в нос? Матрас. Матрас поролоновый. Но не весь. Ребенок его ел. Он любил очень себе что-то засовывать в разные части тела. Соответственно, мама молодец, на самом деле, тут без всякого как бы. Она убрала по возможности все. Но он спал на матрасе, как и большинство детей в Республике Беларусь. Он проковырял свои два с половиной года этот на матрасник. Пытался съесть его, не смог. Матрас большой, ребенок маленький. Ну и часть он засунул себе в нос. Если что-то живое в ухо попало, бывает пчелки, комарики, какие-то мухи. Это очень тягостное, на самом деле, ощущение, когда живая муха ползает внутри уха. И на самом деле это ощущение намного ниже среднего. Человек готов ехать куда угодно, что угодно. Папа прибежал утром рано в поликлинику, и ребенок просто говорит, что всю ночь не спали. Они все вместе и там не знали, что делать. Ребенок кричал, охал там, все. То есть вот прибежал и смотришь, что уже непонятно. Потом смотришь, когда вымываешь, это был таракан, он уже был мертвый. А когда он был живой, то есть это такое было неприятное ощущение у ребенка, что, конечно, его было очень жаль. Молодой человек с общежития уснул, просыпается, что-то заложило ухо. Вот приехал. Я так, ну покажу что-то там, что у тебя там ухи. Ну что, шевелится. Видно какое-то насекомое, что-то там. Начинаем доставать. При помощи специального инструмента болит. Он начинает шевелиться и травмировать барабанную перепонку, и тем самым больно пациенту. Ну в итоге мы решили вымыть. Вымываем, и этот таракан выныривает это из уха, как вымывается, и начинает плавать в лотке, который вымывает. Ну и по итогу перепонка была травмирована, то есть он ее прогрыз немного, и тем самым потом операцию делали этому пациенту. Ну вот в ухо тогда заливается масло растительное для умерщвления вот этого самого насекомого. И уже потом в спокойном режиме, с трупом насекомого в ухе, пациент приезжает, и мы удаляем это инородное тело, так сказать. В прямом и в переносном смысле этого слова тело. Нередкая ситуация, особенно на природе. Сера – это защитное средство, которое выделяет организм. То есть она задерживает пыль, частички, то есть инородные также какие-то села, которые, когда мы ходим, не попадают в ухо. То есть задерживают, чтобы инфекция не попала на саму барабанную перепонку. Поэтому организмам и предусмотрено выделение серы. Вы видели на этикетке о ватных палочках, видели или не видели, что там, именно для чистки ушей. Если вы найдете хотя бы одно вот такое вот название, именно реклама, что именно для чистки ушей, я вам дам 100 долларов. Это косметическое средство, гигиена для уходов, для подкрашивания глаз. Ну, это все косметическое средство. Если вы уже вообще захотели чистить уши ватной палочкой, возьмите эту палочку. И то, что видите, обычно родители детям, то, что видите глазом, это все достается. Все, что там глубоко, темно, чистить нельзя. Ватными палочками нужно пользоваться для нанесения косметики и для других каких-то похожих манипуляций. Непосредственно для уха их использовать нельзя. Особенно это вот молодые красивые девушки, которые стремятся, чтобы у них все было идеально. Вот они поглубже это серо запихивают, пребывая в иллюзии, что ухо у них чистое. Наоборот, есть даже специальный термин у нас, избыточная гигиена уха. Оно может приводить к дерматитам, ухо чешется и зудит. Хочется еще больше почесать, оно еще больше зудит, такой порочный круг. Но ни к чему хорошему обычно это не привык. Пользоваться нельзя, потому что можно, во-первых, соскочить эта ватка, поранить. Можно оставить эту ватку в ухе и тоже, потом приводить к последствиям. Правильно, после каждого, когда ты принял душ на уровне мизинца, ну, просто как бы вытереть ухо пальцем, мизинцем и все, больше ничего не делать. Не так давно ко мне приходил пациент, который пытался у народного целителя вылечить искривленную носовую перегородку путем возложения каких-то частей тела этого самого целителя на эту самую искривленную носовую перегородку пациента. Неуспешно. Встречался с внедрением в собственное ухо зубчика чеснока. Причем настолько плотно, насколько это, в принципе, возможно. Пациента никаким образом не интересовало, как дальше ему действовать. Его интересовал только от меня конкретный момент, чтобы я убрал этот зубчик чеснока и чтобы он продолжил самостоятельно дальше заниматься. Зубчик был аккуратненько обструган с разных сторон. Вот, знаете, как хорошая пробка в бутылке из-под шампанского. Он входил и держался. Из самых тоже оригинальных и, наверное, вредоносных таких способов молодой парень, который в течение 10 дней нюхал йод, по совету из интернета, для лечения хронического ринита. У него из носа стекло. Он вынюхал две баночки йода два года до встречи со мной. Да, нос перестал течь навсегда. Теперь там выжженная земля, ужасный вид, все в рубцах, все в спайках. Ожог, химический ожог, который уже восстановлению практически не подлежит. Когда я ему примерно рассказал, что происходит у него внутри, он был, конечно, очень опечален этим. И говорит, ну как же так? Я же прочитал в интернете. Вот, человек сделал точно так же. Ну, логично, что, возможно, этот самый человек, он сидит сейчас где-нибудь у другого врача с теми же самыми проблемами. Мама вот тоже с ребенком была. Она закапала ребенку в ухо борсучий жир. Причем не просто ту рунду поставила, а закапала, разогрела и закапала. И получилось, как запаяло все равно наружно-слуховой проход. Вот, естественно, ребенка болит, папа привел в поликлинику ребенка. Моешь, смотришь, все закрыто, моешь, говоришь, может быть, что-то закапали. Папа говорит, нет, нет, что вы, мы сразу пришли вот к вам, чтобы вы за лечением. И говоришь, ну вот смотрите, какой-то жир. Он говорит, ну что вы, жира никогда не может быть. И потом, когда уже все это размылось, когда мы размыли, все посмотрели, ну там, естественно, ребенка отит был, но он позвонил маме там и начал говорить. Она говорит, да-да, накануне я вечером закапала. Он говорит, что ж ты мне не сказала. Также ссовывают все, что можно. И зайчий жир, что-нибудь там, и свеклу, и каштаны. Даже каштаны ссовывают в нос. Вы засунете все, что угодно в нос, все равно будет такая же реакция, как каштаны. Почему? Потому что в носу, в своих физиологии, идет раздражение самой слизистой, и тут волей-неволей, хоть не хоть, все равно будет выходить. Но человек, когда болеет, он думает, он, слизь пошла, значит, я выздоравливаю. Нет, это все глупо. Свекольный сок капает, настойки различные в нос. Но это нельзя. Оно пережигает саму слизистую, и эффекта все равно никакого нет. В любом случае, нужно обратиться к доктору, и никакого самолечения. Особенно это касается детей. Кипяток, конечно, нет. Во-первых, это воспаленное горло, да, оно уже болит, оно вся слизистая воспалена, красная, отечно. Если мы возьмем горячее сильно, мы же еще больше на нее воздействуем, мы еще больше вызываем даже типа как бы ожога ее, воспаление. И поэтому, конечно, ну, я считаю, что нельзя. Если чай имеет температуру выше 60-70 градусов, и систематически его употреблять, систематически это несколько раз в день на протяжении нескольких лет, это может вызывать даже онкологические заболевания пищевода. Такие исследования были, они проводились у людей в Сибири, там, где есть вот традиции употребления очень горячего напитка. Если часто принимать горячий чай, либо что-то горячее пить, именно обжигающее, есть такие люди, кстати, они просто сжигают верхний слой, и они уже не чувствуют, и по итогу через некоторое время можно привести к этому злокачественному заболеванию. Поэтому не стоит этим пренебрегать и принимать горячий чай. Именно горячий. Ну, во-первых, наушники защищают нас от залета комаров. Да, если серьезно, вредно ли слушать музыку в наушниках, смотря как долго, смотря как громко, и смотря какие наушники. Хороший вариант – это те наушники, которые на ухо, снаружи, хорошо слушать музыку, ну, скажем так, умеренной громкости. Но не должно быть ощущение оглушенности после того, как вы послушали музыку, не должно быть ощущение звона, либо заложенности в ухе после того, как вы послушали музыку. В наушниках можно слушать где-то до 60% от мощности громкости наушников, то есть это где-то до 80 дБ считается. Тоже ограничить себя так, чтобы не мешало окружающим, чтобы ты тоже во время разговора не кричал, потому что значит ты слышишь музыку и не слышишь, что тебе говорят, поэтому ты усиливаешь это. Лучше использовать наушники закрытого типа, накладные, потому что, значит, вот чем отличаются открытые от закрытого, что открытые наушники, ты слышишь окружающий вокруг тебя звук, то есть кроме того, что у тебя поступает звук через наушники, ты еще слышишь, что, например, там, как движется автомобиль там на улице, как ты в метро спускаешь, то есть это еще больше нагрузка на слуховой нерв, а закрытого типа это уже лучше тем, что ты только слышишь то, что тебе поступает. Единственное, вот наушники, которые вставляются в ухо, после этих наушников более чаще могут скапливаться серные пробки и тем самым закладываете уши, потому что часть серы остается на наушнике, а часть проталкивается дальше, и тем самым эта сера скапливается, проталкивается, образуется серная пробка. Всемирная организация здравоохранения в свое время выделила определенное, самое минимальное воздействие на слух, которое можно слушать, это ниже 85 дБ на протяжении 8 часов, то есть если выше, то тогда нужно сократить этот период по времени. Но, как правило, не стоит этим пренебрегать, потому что погибают клетки, которые находятся во внутреннем ухе, и на сегодняшний день медицина еще не дошла до этого момента, чтобы восстанавливать эти клеточки. Если они погибают, то здесь уже будет снижение слуха на всю жизнь, а если восстановить этот слух, это только слуховой аппарат. Ну, с учетом ситуации по коронавирусу, я бы сказал, что наоборот, это приветствуется, чихать себя. Если серьезно, это да, это может привести к травмам, на самом деле. Разрыв барабана, перепонка может произойти, ну, при самом таком плохом стечении обстоятельств. Может кровоизлияние произойти даже в глаз, к примеру, такое, без последствий, но если у человека есть какая-то предрасположенность. Поэтому оптимальный вариант, который, кстати, официально рекомендован, это чихать в сгиб локтя, или в какую-нибудь другую подручную, специально приспособленный девайс, например, носовой платок. Но не в ладони, потому что это ладони, потом будете здороваться, держаться за поручей, а не еще что-то. Дайте свободу внутреннему чиху. Да, чихать закрытым носом и ртом нельзя. Но вообще чихание – это как бы процесс самоочищения, то есть идет раздражение дыхательных путей, обычно чаще это в носу, и человек делает глубокий вдох и потом резко выдыхает. Если резко выдохнуть и закрыть нос и рот, то, естественно, воздуху надо куда-то выйти. И он, можно, значит, вызвать этим перфорацию барабанной перепонки, ну или даже разрыв сосудов, кровоизлияние, инсульты. Нужно, если чихаешь, то чтобы все слышали. Ну, это так и образно. Когда мы закрываем рот, то повышается внутричерепное давление, и вот этот воздух можно привести к ряду патологий уха, горла, носа. То есть это и к носовым кровотечениям давление повышается, пошла кровь, ломкость сосудов возникает. Это можно и загнать жидкость, слизь, которая в носу, либо воздух в уши, развить тубоатит. Если человек испытывает ощущение вращения в положении лежа, либо при перевороте в кровать, это ощущение головокружения может быть очень интенсивным. Это именно ощущение вращения, оно может сопровождаться тошнотой, рвотой. Если оно продолжается до минуты, но имеет тенденцию к повторам, не сопровождается каким-то неврологическим симптомам, не сопровождается снижением слуха, возможно, это вот то самое доброкачественное позиционное головокружение. Это настолько частая ситуация, что каждый десятый из нас в течение жизни с этим столкнется. Как выявляется, на приеме лор-врача или невролога обученного при помощи изменения, скажем так, положения головы и внутреннего уха по отношению к силе тяжести земли. Человек укладывается определенным образом, провоцируется вот это головокружение, смотрится реакция глазок, которые начинают, в зависимости от того, в каком ухе, в каком именно отделе происходит процесс патологический. И, соответственно, вот вспомните, игра такая раньше была, лабиринт, вот перекатывали этот шарик, чтобы он попал в эту лунку, в дырочку. Вот примерно так же осуществляется лечение, потому что сам вот это вот заболевание, оно связано с тем, что внутри уха происходит перемещение кристаллов, карбонат кальция, ну, песочек. Он из того места, где он нужен, где он не мешает, он попадает в то место, полукружный канал, где он начинает мешать. Отвечая на вопрос про укачивание, это есть великолепный мультик, смешарики, вестибулярный аппарат, там прекрасная песня есть, кто же, кто же виноват в том, что регулярно, и так дальше. Вариантов много, вот этот кинетоз, как называемый, он очень часто ассоциирован с мигренью. Поэтому если у человека есть мигрень, это критерии из постановки диагноза мигрени, вот как бы есть вероятность, что его будет укачивать чаще, чем других. На самом деле это тренируется. Почему происходит укачивание? Несогласование информации, которая поступает от внутреннего уха, которая дает нам понимание о том, где вверх, где низ, и в какую сторону, с какой скоростью поворачивается наша голова. Информация от мышц, информация от глаз, и работы, центр обработки информации, мозг. Вот если происходит выпадение на каком-то из этих уровней, или несогласование информации, возникает вот эта иллюзия укачивания. Что происходит в транспорте? Смартфон, маршрутка, вперед-назад, вперед-назад и так дальше. Глаза говорят, ребят, мы читаем, все на месте, я не знаю, ничего не двигается вокруг. Тело говорит, я сижу, мне хорошо, я сижу, я еду. Ухо говорит, нет, мы едем, мы едем, товарищи, мы едем. Мозги говорят, слушайте, я не могу понять. Кто-то говорит, едем, кто-то говорит, сидим, все, без меня. Поэтому во время укачивания, что мы делаем? Садиться на первую линию, там, где вы видите, что происходит впереди. Смотреть в окно, а еще лучше вперед в окно. Это уже как бы уменьшает враты. А если вы еще и за рулем, вообще и лучше всего. Тренировка. Вот это вот основное, что может помочь для укачивания. Потому что на самом деле тренировка, она спасает большинство людей. А все остальное, это уже каждый как привык. Пост и молитва спасут вас от того, чтобы не спать с моим пациентом. Наше заболевание, это острое заболевание. Это не алкоголизм, который вот развивается силами и средствами, собственно говоря, самого пациента. Заболеть сможет каждый. Поэтому здесь история такая, что говорить о том, что клор-врачу я не попаду. Ну, все бывает. В конце концов, тот же комар может залететь во ухо в любой момент времени, и вы тогда придете. Поэтому вероятность есть у любого. Если вы ребенок, то вероятность у вас больше попасть к клор-врачу. Ну, а дальше жизнь покажет. Говорить о том, что нужно делать, чтобы не попасть, не нужно чистить ухо ватной палочки. Не нужно заниматься сидением в интернете и выискиванием симптомов. Ну, и стоит ограничить, конечно, методы самолечения на детях. Потому что ребенок, если кричит, это не всегда он капризничает. Возможно, ему просто начинается ожог от того же самого яйца или соли, которую сердобольная бабушка прижимает к его несчастному и уже обожженному уху. Ну, соблюдать правила все. То есть, как правильно чистить уши, как правильно сморкаться, оздоравливаться периодически. То есть, это не утомляться. Ну, и своевременно, конечно, лечение. Не болеть. Ну, тут ничего, не скажу почему. Потому что специальность такая смежная. Педиатры, терапевты, лор-врач. И порой лор-врач, он лечит педиатрическую патологию, терапевтическую и все. Если больше углубляться, то не болеть.